Для меня большое удовольствие приветствовать премьер-министра Республики Индия, его превосходительство Нарендру Моди, и пригласить его выступить перед Ассамблеей. Прошу вас, господин премьер-министр. Историческим стал тот день, когда премьер-министр Нарендра Моди выступил с обращением к Генеральной Ассамблее ООН. Мир решил отдать дань уважения прославленной методике йоги, признав ее ценности на международном уровне. Йога – бесценный дар древней индийской традиции. Она олицетворяет единство Духа и тела, мыслей и поступков, самоограничения и самореализации, гармонию людей с природой и комплексный подход к здоровью и благосостоянию человека. Йога – это не просто комплекс физических упражнений. Она помогает человеку ощутить единство с самим собой, с окружающими его людьми и природой. Йога может изменить к лучшему образ жизни людей, пробудить в них чувство ответственности, а также помочь нам в борьбе с изменением климата. Я предлагаю нам учредить Международный день йоги. Сушма Сварадж, министр иностранных дел Индии. Я очень рада, что по инициативе Индии 21 июня объявлено Международным днём йоги. 27 сентября 2014 года премьер-министр Индии, обращаясь к 69-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, призвал мировое сообщество учредить Международный день йоги. Всего через 75 дней такую резолюцию совместно выдвинули 177 стран, и она была единогласно принята. Впервые в истории 177 стран выдвинули совместную резолюцию. Йога — это не физкультура. Йога снимает с человека напряжение, уберегает его от стрессовых ситуаций и успокаивает разум. Давайте же введём йогу в нашу повседневную жизнь, и она принесёт нам душевный покой и мир во всём мире. Шри Шрипат Найк — министр йоги и аюрведы Индии. Йога — это культурное наследие Индии. Йога развивалась и распространялась по земному шару благодаря выдающимся мастерам. Её целью всегда было преображение тела и разума человека и реализация всех его возможностей. Сегодня йога популярна во всём мире. Многие гуру внесли свой вклад в её развитие и популяризацию. Все убедились в том, что йога может предотвратить многие болезни и укрепить здоровье. От всего сердца желаю успеха в проведении Международного дня йоги. Йога — это духовная дисциплина, основанная на тонком научном подходе. Это союз искусства и науки во имя здоровья. Слово «йога» произошло от санскритского слова «йодж», что означает «связь» или «единение». Согласно священным текстам йоги, её практики ведут к единению сознания индивида с сознанием Вселенной, создавая идеальный баланс между душой и телом, между природой и человеком. Йога, как учение, корнями уходит в глубину тысячелетий. Она возникла задолго до появления первых религий и верований. По преданию, Шива, первый йог или Адди-йоги, передал свои глубокие знания знаменитым Саптариши, или Семи Мудрецам. Йогу практиковали ещё в доведийском периоде. Но только Махариши Патанджали, известный как отец современной йоги, классифицировал и систематизировал существующие тогда практики в своём труде «йога-сутра». Впоследствии многие мастера йоги внесли свой вклад в её сохранение, развитие и распространение этих замечательных практик. Существуют разные школы йоги. Такие как Джнана-йога, Бхакти-йога, Карма-йога, Патанджали-йога, Хатха-йога, Кундалини-йога, Дхьяна-йога, Мантра-йога, Лайя-йога, Джайна-йога, Будхи-йога и так далее. У каждой школы свои подходы и практики, ведущие к достижению конечных целей йоги. Вот самые широко используемые в йоге садханы. Яма, Нияма, Асана, Пранаяма, Пратьяхара, Дхарна, Дхьяна, Самадхи, Бандха и Мудра, Шаткарма, Юктахара, Мантра-джапа, Юктакарма. Все занимающиеся йогой должны следовать приведенным ниже основным принципам. Перед практикой. Занятия йогой должны проходить в тихой и спокойной атмосфере, в расслабленном состоянии души и тела. Они должны проводиться на пустой или полупустой желудок. Если чувствуете слабость, можете съесть немного меда и выпить теплой воды. Наденьте легкую и удобную одежду из хлопка, который не будет стеснять движение. Если у вас имеется хроническая болезнь или проблемы с сердцем, перед началом занятий вам следует проконсультироваться с врачом или специалистом по йоге. Во время занятий. Занятия должны начинаться со вступительной молитвы. Она создаст благоприятную обстановку, чтобы вы могли отдохнуть душой. Практики йоги должны выполняться медленно, в расслабленной манере. Нужно следить за дыханием и каждым движением тела. Не задерживайте дыхание, кроме тех случаев, когда это от вас требуется. Не держите мышцы тела в напряжении и не делайте резких движений. Выполняйте практики в соответствии с возможностями своего организма. Заканчивайте занятия глубоким молчанием или чтением шанти-падха. Принять пищу или совершить омовение вы можете только через 20-30 минут после занятий. Добро пожаловать в мир йоги. Добро пожаловать в мир мудрости, такой же благотворный и целительный, как и тысячи лет назад. Добро пожаловать в мир мудрости, Ом. Желаем вам жить в гармонии. Желаем вам говорить в один голос. Пусть ваш разум будет спокойным, как в начале бытия. Пусть благословение Всевышнего поможет вам во всех ваших духовных усилиях. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в мир йоги. Давайте начнем садхану с чаланна крии, расслабляющего упражнения для улучшения капиллярного кровообращения. Упражнение для шеи. Наклон головы вперед-назад. Станьте в исходное положение. Ноги слегка расставьте в стороны. Руки положите на пояс. Сделайте выдох и медленно наклоните голову вперед. Постарайтесь коснуться грузи подбородком. Сделайте вдох и отклоните голову как можно сильнее назад. Вернитесь в исходное положение. Наклон головы вправо-влево. Сделайте выдох и медленно наклоните голову вправо. Постарайтесь как можно ближе поднести ухо к плечу. Сделайте вдох и выпрямите шею. Сделайте выдох и наклоните голову влево. Сделайте вдох и выпрямите шею. Поворот головы вправо-влево. Сделайте выдох и не спеша поверните голову вправо. При этом подбородок должен находиться на одной линии с плечом. Сделайте вдох и поверните голову вперед. Сделайте выдох и поверните голову в левую сторону. Сделайте вдох и посмотрите прямо перед собой. Вращение головой. Наклоните голову вниз, стараясь подбородком коснуться груди. Сделайте вдох и начинайте круговое движение головой по часовой стрелке. Сделайте выдох, опуская голову вниз. Сделайте круговое движение головой против часовой стрелки. Почувствуйте, как растягиваются мышцы шеи, как становятся гибкими шейные позвонки и уходят напряжение. Те, кто испытывает боли в шее или страдает от спондилита, должны очень аккуратно выполнять это упражнение. Повороты туловищем. Расставьте ноги в стороны на полметра. Поднимите обе руки до уровня груди. Ладони смотрят друг на друга. Сделайте выдох и поверните туловище в правую сторону так, чтобы левая ладонь коснулась правого плеча. Сделайте вдох и вернитесь в прежнее положение. Теперь сделайте выдох и поверните туловище в левую сторону, коснувшись правой ладонью левого плеча. Сделайте вдох и вернитесь в прежнее положение. Повторите еще раз. Поворачивайтесь медленно, следя за дыханием. Не выполняйте это упражнение, если у вас есть проблемы с позвоночником, а также во время менструации. Расслабьтесь в положении стоя. Сгибание коленей. Сделайте вдох и поднимите руки до уровня плеч. Сделайте выдох, согните колени и слегка присядьте. Сделайте вдох и выпрямитесь. Повторите это движение еще два раза. Эта практика укрепляет коленные и бедренные суставы. Однако она противопоказана при остром артрите. Сделайте выдох и опустите руки вниз. Теперь перейдем к асанам. Тадасана. Тада значит пальма. Слегка расставьте ноги. Сцепите пальцы в замок и разверните ладони наружу. Сделайте вдох, поднимите руки вверх и держите их прямо. Поднимите пятки и удерживайте равновесие на носках. Оставайтесь в этом положении 10-15 секунд. Эта асана развивает чувство равновесия, помогает избавиться от застоя крови в спинальных нервах и исправляет дефекты осанки. Сделайте выдох и опуститесь на пятки. Расцепите пальцы и опустите руки вниз. Вернитесь в положение стоя. Врикшасана. Врикш означает дерево. Встаньте прямо, слегка расставив ноги. Смотрите прямо перед собой. Сделайте выдох, согните правую ногу и поднесите стопу к внутренней части левого бедра так, чтобы пятка касалась промежности. Сделайте вдох и поднимите руки вверх. Соедините ладони. Оставайтесь в этом положении от 10 до 15 секунд. Дышите как обычно. Эта асана улучшает нервно-мышечную координацию, повышает выносливость и концентрацию внимания. Не выполняйте эту асану, если вы страдаете от артрита или лишнего веса. Сделайте выдох и опустите руки и правую стопу. Повторите асану еще раз. Согните левую ногу и поднесите стопу к правому бедру так, чтобы пятка касалась промежности. Сделайте вдох. Поднимите руки над головой и соедините ладони. Расслабьтесь. Пада хастасана. Пада означает стопу. Хаста означает руку. Сделайте медленный вдох и поднимите руки вверх. Как следует выпрямитесь. Сделайте выдох и наклоняйтесь вперед до тех пор, пока ладони полностью не коснутся земли. Оставайтесь в этом положении от 10 до 13 секунд. Те, кому трудно нагибать спину, могут делать наклоны в меру своих возможностей. Теперь сделайте вдох. Медленно вернитесь в вертикальное положение, не опуская рук. Сделайте выдох и медленно вернитесь в исходное положение. Расслабьтесь. Артха чакрасана. Положите руки сзади на талию. Сделайте выдох. Отведите голову назад, растянув шейные мускулы. Прогните верхнюю часть туловища назад. Расслабьтесь. Дышите, как обычно. Оставайтесь в этом положении 10-30 секунд. Артха чакрасана улучшает гибкость позвоночника, укрепляет спинальные нервы. И укрепляет дыхательную систему. Сделайте вдох. Медленно выпрямитесь и расслабьтесь. Гипертоникам следует с осторожностью выполнять эту асану. Триконасана. Трикон означает треугольник. Расставьте ноги как можно шире. Медленно поднимите руки. Вытяните их в стороны. Сделайте выдох. Медленно наклонитесь в правую сторону и положите правую руку у правой стопы. Левая рука поднята вверх на одной линии с правой рукой. Оставайтесь в этом положении от 10 до 30 секунд. Дышите, как обычно. Эта асана помогает избежать плоскостопия, укрепляет икроножные мышцы, мышцы бедер и талии, развивает гибкость позвоночника. Сделайте вдох и медленно поднимитесь. Проделайте то же самое в левую сторону. Эту асану не следует выполнять тем, у кого позвоночная грыжа, и шиас, а также тем, кто перенес хирургическую операцию на брюшной полости. Не превышайте пределов своих возможностей. Пхадрасана. А сейчас давайте примем сидячее положение. Пхадра значит твердость. Сядьте прямо, вытянув ноги перед собой. Руки положите за бедра. Эта поза называется дандасана. Соедините ступни, сделайте выдох и обхватите руками пальцы ног. Пододвиньте пятки как можно ближе к промежности. Это конечная позиция. Задержитесь в ней на некоторое время. Пхадрасана укрепляет мышцы тела и стабилизирует психику. Вы примите ноги и примите позу вишрам-асана. Эту практику не следует выполнять тем, кто страдает от артрита или ишиаса. Артха-уштра-асана. Уштра значит верблюд. Примите позу дандасана. Согните ноги и сядьте на пятки. Держите бедра вместе. Большие пальцы ног соприкасаются друг с другом. Положите руки на колени. Эта поза называется ваджрасана. А сейчас начнем выполнять артха-уштра-асану. Сделайте вдох и встаньте на колени. Сделайте выдох и положите ладони на ягодицы. Пальцы направлены вниз. Отведите локти и плечи назад. Наклоните голову назад, растянув мышцы шеи. Сделайте вдох и наклонитесь как можно сильнее назад. Сделайте выдох и расслабьтесь. Это конечная позиция. Теперь сделайте вдох и выпрямитесь. Сделайте выдох, опустите руки и сядьте в позу ваджрасана. Эту асану не следует выполнять тем, кто страдает от головокружения, а также беременным женщинам. Шашанкасана. Шашанка значит «заяц». Разведите колени широко в стороны. При этом пальцы ног должны соприкасаться. Положите ладони между коленями. Сделайте выдох и медленно продвиньте ладони вперед. Нагнитесь и положите подбородок на пол. Руки держите параллельно. Смотрите вперед и задержитесь в этом положении. Оно поможет снять стресс и раздражение. Сделайте вдох и поднимитесь. Сделайте выдох и вернитесь в позу ваджрасана. Выпрямите ноги и сядьте в позу вишрам-асана. Страдающие от остеоартрита должны выполнять асану с осторожностью. Вакрасана. Вакра значит «изогнутый». Согните правую ногу и поставьте правую стопу у левого колена. Ладонь левой руки положите у правой стопы. Сделайте выдох и поверните туловище и голову вправо. Оставайтесь в этой позе несколько секунд. Поверните голову обратно. Сделайте выдох и верните руки в исходное положение. Выпрямите ногу. А теперь примите позу вишрам-асана и расслабьтесь. Эта асана улучшает гибкость позвоночника. Она позволяет избавиться от запора и расстройства желудка, а также эффективна в лечении диабета. Повторите те же движения в другую сторону. Поверните голову обратно. Сделайте выдох и верните руки в исходное положение. Выпрямите ногу. Теперь вернитесь в позу вишрам-асана и расслабьтесь. Пхуджангасана Приготовьтесь выполнять асаны из положения лежа на животе. Пхуджанга означает «змея» или «кобра». Лягте на живот. Положите голову на руки и расслабьтесь. Теперь соедините ноги и вытяните руки вперед. Положите лоб на пол. Теперь поместите ладони у груди и поднимите локти вверх. Сделайте вдох и поднимите вверх подбородок, грудь и верхнюю часть туловища. Эта асана называется «пхуджангасана». Она хорошо помогает снять стресс, избавиться от головной боли и проблем с бронхами. Сделайте выдох, положите лоб на пол и вытяните руки вперед. Разведите ноги в стороны. Сложите ладони и положите на них голову. Расслабьтесь. Шалабхасана Шалабха значит «саранча». Лягте на живот и соедините ноги. Положите подбородок на пол, а руки вытяните вдоль туловища. Ладони смотрят вверх. Сделайте вдох. Поднимите ноги как можно выше, не сгибая их в коленях. Чтобы облегчить подъем, напрягите все мышцы рук и ног. Задержитесь в этой позе на некоторое время. Эта асана помогает при ишиасе, облегчает боли в пояснице и повышает тонус мышц бедер. Теперь сделайте выдох и опустите ноги на пол. Сложите ладони и положите на них голову. Больным сердечникам не следует выполнять эту асану. Макарасана Макара значит «крокодил». Лягте на живот, широко разведите ноги и разверните стопы в стороны. Положите голову на руки. Расслабьтесь. Эта поза называется Макарасана. Данная асана используется для расслабления в положении лежа на животе. Она хорошо расслабляет мышцы поясницы. Сетубандхасана Переходим к асанам из положения лежа на спине. Сетубандх значит «мост». Соедините ноги, руки, положите вдоль туловища. Согните обе ноги в коленях и придвиньте пятки вплотную к ягодицам. Крепко возьмитесь руками за лодыжки. Сделайте вдох и медленно поднимите ягодицы и таз как можно выше. Сделайте мостик. Задержитесь в этом положении. Это конечная поза. Данная асана избавляет от депрессии и чувства тревоги, а также укрепляет мышцы поясницы. Теперь сделайте выдох. Медленно вернитесь в исходное положение и расслабьтесь. Лягте на спину. Обратите внимание, что эта асана противопоказана женщинам на поздних стадиях беременности. Павана Муктасана. Согните обе ноги в коленях и прижмите бедра груди. Сцепите пальцы и обхватите голени ниже колена. Поднимите голову и плечи и постарайтесь коснуться коленей подбородком. Эта поза называется Павана Муктасана. Она помогает избавиться от заборов, приносит облегчение при вздутии живота и приводит в тонус мышцы спины и спинальные нервы. Опустите голову на пол. Сделайте выдох. Вытяните ноги вперед. Расслабьтесь. Эта асана противопоказана при внутребрюшных повреждениях, грыже, ишиасе, а также беременным женщинам. Шавасана. Шава – значит мертвое тело. Эта асана предназначена для полной релаксации. Лягте на спину, ноги слегка раздвиньте, руки положите вдоль туловища ладонями вверх. Закройте глаза. Мысленно расслабьте все тело. Следите за дыханием. Дышите ритмично и медленно. Оставайтесь в этом положении до тех пор, пока не почувствуете себя отдохнувшим. Эта асана поможет снять любое напряжение и позволит отдохнуть душой и телом. Она очень эффективно избавляет от стресса и его последствий. Капала-бхати. Это процесс очищения, который стимулирует респираторные центры в ловной доле головного мозга. Сядьте в любую из медитативных поз. Закройте глаза и расслабьтесь. Расправьте грудь и сделайте глубокий вдох. Выдох нужно делать энергичным с сокращением мышц брюшного пресса. Следует делать активные выдохи и пассивные вдохи. А сейчас сделайте глубокий вдох, медленно выдохните и расслабьтесь. Это первый цикл Капала-бхати. Каждый цикл должен заканчиваться глубоким вдохом и выдохом. Теперь проведите еще два цикла. Капала-бхати Капала-бхати Прочищает передние воздушные пазухи, хорошо помогает при кашле, приносит пользу при лечении простуды, насморка, гайморита, астмы и бронхиальных инфекций. Эта практика противопоказана тем, у кого есть проблемы с сердцем или гипертония, кто страдает от головокружений, мигрений, припадков, у кого грыжа или язва желудка. Это дыхание поочередно через правую и левую ноздри. Сядьте в медитативную позу, выпрямите спину, поднимите голову и закройте глаза. Расслабьтесь, глубоко вздохните и выдохните несколько раз. Левой рукой, лежащей на левом колене, сложите жест гиан-мудра. Правой рукой сделайте жест насикагра-мудра. Зажмите правую ноздрю большим пальцем правой руки. Сделайте вдох через левую ноздрю. Затем зажмите левую ноздрю и сделайте выдох через правую. Далее сделайте вдох через правую ноздрю. Зажмите правую ноздрю и сделайте выдох через левую. Это один цикл Надишотхана или Анулома-Вилома-Пранаяма. Проведите еще пять циклов. Для начинающих продолжительность вдоха и выдоха должна быть одинаковой. Постепенно доведите соотношение вдох-выдох как один к двум. Дыхание должно быть медленным, равномерным и контролируемым. Главная цель этой пранаямы – очистка главных энергетических каналов и подпитка энергии всего организма. Она действует успокаивающе и помогает улучшить концентрацию. Она увеличивает жизненные силы, подавляет стресс и чувство беспокойства, а также помогает вылечить кашель. Храмари-Пранаяма Храмара значит пчела. Звук, издаваемый во время этой пранаямы, напоминает жужжание пчелы. Сделайте глубокий вдох через обе ноздри. Во время медленного выдоха необходимо издать глубокий, равномерный, жужжащий звук, как у пчелы. Это один цикл в Храмаре. Повторите этот цикл еще два раза. Это замечательное успокоительное средство. Оно хорошо помогает при всех расстройствах, связанных со стрессом. А теперь проделайте пхрамари вместе с Шанмукхи мудрой. Закройте уши большими пальцами, указательными пальцами закройте глаза, средними пальцами ноздри, а безымянные и мизинцы положите возле губ. Откройте ноздри и сделайте вдох. Сделайте медленный, контролируемый выдох, сопровождаемый глубоким, равномерным, жужжащим звуком. Это весьма полезная подготовительная пранаяма перед самосозерцанием и медитацией. Дхьяна А сейчас давайте приготовимся выполнить Дхьяну. Дхьяна или медитация это процесс постоянного созерцания. Примите любую медитативную позу, выпрямите спину. Сделайте жест гиан-мудра. Руки положите на бедра ладонями вверх. Руки и плечи должны быть расслаблены. Закройте глаза и слегка поднимите вверх лицо. не обязательно сосредоточиваться. Просто образуйте центр умеренного внимания между бровей и следите за дыханием. Дхьяна успокаивает разум. Она повышает концентрацию внимания, улучшает память, придает ясность мыслям и укрепляет силу воли. Она омолаживает тело и душу, давая им полноценный отдых. Она помогает ощутить положительные эмоции. Медитация это путь к самореализации. Насладитесь пребыванием в состоянии дхьяны. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА 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 Я обещаю не замыкаться на самом себе, а воспринимать себя в единстве со всем миром. Я признаю свое родство со всеми людьми на планете. Я признаю единство всего сущего на Земле. Заканчивайте занятие йогой общей молитвой Шанти Паатур. Пусть все будут счастливы. Пусть все избавятся от болезней, пусть всем сопутствует успех, пусть никто не страдает. Пусть будет мир. 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 Йога во имя гармонии и мира Фильм снят по заказу Национального института йоги, Министерства аюрведы, йоги и традиционной медицины правительства Индии. Режиссер Шри Ганеш Шанкар Радж. Фильм озвучен студией Лексикон в 2015 году. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова